Всем доброго времени, дорогие! Сегодня я просто решила сделать такой расклад и его мысли о вас сегодня. Что он думает о вас сегодня? Возьмем колоду и посмотрим, что на такое я посмотрю. Что думает человек о вас сегодня? Какие у него мысли? Загадываем мужчину, я так поняла, мы же будем тут мужчину смотреть. И какие мысли у него о вас сегодня? Какие мысли? Что он думал? Какие мысли? Девочки, буду говорить всё жёстко, прямо сами знаете, да, меня, что я не люблю вот это вот там. Любит там, не любит. Я как сейчас только взяла, открыла карты. Но мне в голову идёт, я не хочу. Вот вы знаете, у него играют два шута с ним. Один позвони, другой нет. Шута, почему не черта, сказал. Давайте смотреть. Ну, вы знаете, здесь человек не хочет, потому что здесь человек занят другими делами, другими своими жизненными позициями. Он перечитывает то, что вы ему написали. Ну, простите, здесь может быть мужчина в форме, может быть военный, может быть мент этот ваш мужчина. Здесь просто знакомство с другой женщиной у него произошло. Извините, но он повёлся на другую женщину. Тут другая женщина, которая ему интересна, и он оказывает ей знаки внимания, и он хочет побыть больше с ней. То есть человек резко пропал, ему вы больше неприятны. Сколько бы вы слёз не лили, этот человек не хочет. И интуитивно вы уже понимаете, что там другая женщина. И действительно, мужчина повёлся на другую женщину. Эта женщина может с ним так, как и работать вместе, так, как быть где-то, так, как быть возле работы. И тут мужчина оказывает знаки внимания другой женщине. Вот, чтобы вы понимали. Тут у мужчины другая женщина, и как бы она появилась внезапно. А вы сидите, ждёте, молитесь там, да, как бы вот, когда он там придёт, да никогда. Всё, Новый год прошёл, закончились подарки, как говорится. Не хочет он не приходить, ничего. Здесь другая женщина, здесь все карты мне показывают другую женщину. Он вспоминает, конечно, ваши моменты совместные, где вы там проводили время, но уже совсем не то пальто. Вы там его держите, пытаетесь его как-то удержать мысленно. По знаку зодиака девочек меня много смотрят рыб, любят море. Это любовные треугольники. Это любовные треугольники, где он не хочет к вам идти. Сейчас, минуточку, возьму телефон. Где он не хочет к вам идти, он не придёт к вам. Это все карты любовных треугольников. То есть мужчина свой интерес повернул к другой. Такое бывает. Сейчас, минуту. Вот, он повернул интерес к другой женщине. Это то же самое бывает и с женщинами, да. Вот, что женщина, она вот любит-любит мужчину, но так бывает, что вот появляется и другой мужчина. Здесь, девочки, извините, но мысли о вас есть. Но здесь он уделяет внимание другой женщине. У кого-то бывает... Угу. Так, у кого-то бывает такое, что... Ну, вы ему пишете или писали, а просто человек игнорирует. Тут всё-таки у меня рыбка появилась. Это молчание. Трактовать можно по-разному, но в вашем случае молчание. Здесь человек не хочет появляться. Это любовный треугольник. Я просто достаю все карты любовных треугольников. Закрутился роман на работе. Закрутился роман... Ну, это, да, больше работа. Вы ощущаете интуитивно эту женщину. А вы хотели девочки детей. А вы хотели быть с этим человеком. А вы хотели шагать с ним вместе. Да нет. Нет. Интуитивно. Ещё раз. Тут такая карта выпала, да. Вот, чтобы вы понимали. Вам заранее уже давали понять, что это за человек. Но вы как бы до конца, до последнего, хотя уже не ошибались, но где-то до последнего, внутри своего сердца вы думали, что нет, этот человек не такой. Этот человек не такой. Задел он ваше сердце и в дребезги разбил. Задел он ваше сердце, да. И в дребезги он его разбил. Девочки, ну вы не поверите. Я достаю все карты другой женщины. Он думает о вас, но вы не общаетесь. Это карты другой женщины. Да чёрт выбрал. Он даже не хочет вам писать. Он не хочет вам звонить. Последнее слово было за вами. Просто он не хочет трудиться на поле боя ваших отношений. Хоть иногда он о вас и думал. И вспоминал вас. Но ситуация, он смотрит в сторону другой женщины, и всё. И летит к ней. И летит к ней. Тут новое знакомство. Он что-то вам напишет. Я вижу, как будет какое-то письмо. Но это какое-то неординарное письмо. Это будет письмо вообще какое-то хуёвое, простите. Тогда напишет, когда уже вы будете счастливы. Он вам просто будет не нужен. Напишет вам тогда, когда вы будете уже с другим собирать поле урожай. Да, вы получите письмо. Кстати, вы сейчас можете болеть. На вас порча. Действительно, вот на ком-то порча. Кому-то снились ужасные кровавые бойни. Кто-то хочет вернуться в детство. Вот смотрите. Вот этот вот мужчина, он вам напишет. Но опять обман, обман. Ну что? Обман, обман, обман. Человек себя любящий. Мы все можем, конечно, себя любить. Но тут чересчур любящий себя. Хорошо, сейчас я по-другому спрошу. Какие твои самые последние мысли? За сегодня твоя последняя мысль? Может вас как-то побаиваться? Думать, что вы занимаетесь магическими практиками? Так. Ну, он говорит, я хотела бы к ней прийти, но она упертая. Она может как не понимать меня. Хорошо, ладно. Вопрос. Ты придешь? Тельцы меня могут смотреть, кстати. Ну, придет. Да. Возможно, и не с пустыми руками, но и то какой. Итог. Да, он и только придет, но вы останетесь одновременно. Вы не будете его принимать. Вы ощущаете, вы чувствуете запах другой женщины, и как бы он потом не старался поливать отношения и собирать заново урожай в этих отношениях. Вы не будете этого. Ну, все. Он потом удивится, почему вы так изменились. Я тоже так думаю, почему, зачем, причина, чего он вам нужен, для чего. Потому что здесь человек переключился на другую женщину, и прийти тогда, когда там он с ней поругается или еще что-то, я думаю, это вам не надо будет. Вы идете той женщиной, которая пыталась его удержать. Но он все равно ушел. Вы стучали ему по башке, в переносном смысле. Вы не давали ему себя унижать, пытаясь показать свое «я», гнуть свое «я». А он, скорее всего, и хотел вот так вот все. И там изменять, гулять – нет. И вообще он не считал ваши отношения как пара, да, вот. Хотя считает вас красивой женщиной, вы хотели от него детей. Вот. Он потом будет свои финансы терять. И это будет наказанием высших сил. Ну, он придет к вам. Ну, опять же. Тут может, кстати, выпившим прийти. Я смотрю, что человек будет терять свои ресурсы финансовые. Хотя он и так немного зарабатывает, девочки. Выбрал гуляния, выбрал друзей, выбрал других баб, когда вы его ждали. Но не вас. Кстати, думает, что у вас еще есть другой мужчина. Он к вам приходит. Вот. И может думать, что вы находитесь в выборе между двумя мужчинами, допустим. Да, такое тоже. Возможно, та карта упала. Что хочет вам сказать. Ну, вот у него когда-то еще была такая мысль. Возможно, вас куда-то может позвать или же куда-то вас, как сказать-то, при... Не то, что пригласить. Наверное, позвать в какую-то поездку. Но итог-то... Итог обычный. Вы остаетесь со своими интересами. Он остается со своими интересами. Он хотел просто, знаете, на шею вам сесть. И вы получите от него письмо, но, опять же, оно никакое. Сейчас он вам не пишет и не хочет, и не будет писать по причине другой женщины. Вот и все. Это другая женщина у него рядом, а это не вы. Вот такая причина его ухода. А мысли, конечно, ну, есть. Но, опять же, да, что... Они для него неценны, эти отношения. Вы знаете, неценные. Он показывает эти отношения с затонувшим кораблем. С затонувшим Титаником. Изначально он не воспринял вас как серьезность. Понимаете, да? Момент, который я хочу вам сообщить. Я думаю, вам понятно. Поэтому, девочки, вот так вот. Тут все карты любовного треугольника, любой другой женщины второй. Ну, затонувший корабль. Все. Улетели мы в космос. Да, 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 да. Он тоже думает, что и у вас там есть какой-то мужчина. Но свойственно так думать тем, которые изменяют. И думает, что вы ресурсная, финансовая. Может, захотел занять у вас денег. Сейчас он обслуживает другую какую-то шваль здесь. Манду. Хочет к вам прийти, но побаивается прийти. Потому что, ну, побаивается. Ну, напишет. Ну, смотрите. Понятен, да, итог? Все, девочки, дальше не буду продолжать. Сейчас он уделяет время другой женщине. Интуитивно вы это понимаете. Вот такой был расклад. Всем всех благ. Всего хорошего. Не болейте. Будьте здоровы. Кому нужна моя помощь, лично под видео я указываю номер. Всем благ. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok